Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru Еще один хадис. Он тут же на этой странице, поэтому я его... Здесь мы сами его у меня помечено цитировали в 2014 году. На полях я люблю обычно помечать. Может, после тоже еще было, не знаю. Но он очень красивый. Он не по этой теме, может, по другой. . Один мужчина пришел к пророку. . Человек пришел к пророку и говорит – вот люди часто спрашивали, а что лучшее, а самое лучшее, а самое приоритетное, в разных вопросах. И в данном случае он говорит, какая из милостынь, а азамачер, самая высокая по воздаянию. Ну, то есть 100-рублевая купюра. В одной ситуации это 100 рублей дашь. В другой ситуации 100 рублей дашь. В третьей ситуации 100 рублей дашь. Ну, вообще разные ситуации. То есть денежная купюра та же самая, но какая-то из ситуаций окажется самая вознаграждаемая с точки зрения божественного воздаяния. То есть 100 рублей, а не те же самые 100 рублей. Но вот он говорит – а вот где мне эти 100 рублей дать так, чтобы получить самое высокое божественное воздаяние? Помните, да? Так, в семье. Да. И вот здесь одно, когда общие слова, другое, когда какая-то конкретика. И вот здесь, опять же, в хадисе идет четкая конкретика. Я даже подробно посмотрел, я подробно очень переводил этот хадис. Ну, я не буду там, квадратные, круглые скобки, целые страницы пояснений. Я вам просто кратенько переведу. То есть ты даешь в той или иной ситуации. Ты даешь это. Когда ты здоров и конкретно жадный. То есть у тебя все хорошо, ты здоров и при этом очень жадный. Я вот сейчас опять вспоминаю, когда утром читал этот хадис, я просто его случайно заметил, думаю, дай процитирую сегодня. Другой искал. Я вспомнил. Ну, опять же, то есть в свое время, ну лет 15 назад, Форбс российский писал, что вот тот человек, он входил тогда в десятку. Сейчас вот эти все санкции, не санкции. Интересные тоже истории разные. Тогда он сходил, по-моему, в десятку самых-самых. Взлетал конкретно по деньгам. То есть, ну, прямо вот возможности у него были громадные. И там было написано. Какие благодеяния. Ну, то есть что-то вот с точки зрения благотворительности. Он сам из села какого-то небольшого городка в России. И там было… То есть что он сделал, это за последние годы. Он покрасил сельскую школу. Организовал покраску сельской школы. Я думаю, господи… То есть обслуживание самого маленького самолета в год, самого маленького – это один миллион долларов по самым скромным расчетам. У того человека был большой самолет, возможно, даже не один. И обслуживание, не говоря уже про яхты, про… Это не только покупки, это просто обслуживание. Даже там одну яхту арестовали и пишут одного из российских. Обслуживание – 15 миллионов долларов в год. Покраска сельской школы – ну, 10 тысяч долларов, ну, 20 тысяч долларов. Ну, хорошо. Сняли старую краску, там, в три слоя покрасили, ну, 50 тысяч долларов. Ну, что, издевательство, что ли? Я еще тогда это на проповедь искал, лет 10-15 назад. Ну, это я, в общем-то, это говорю для нас с вами. То есть нужно это понять, ну, как-то так вот. Завтра вы будете миллиардерами, министрами и так далее. И вот как-то человек вообще, видно, совсем не считал. Я даже был однажды на одном таком мероприятии. Там тоже школа, тоже сельская. Ну, там не миллиардерами, но все равно местные выпускники этой школы собрались. Но там тоже нужно просто заново новую школу отстроить. Поэтому вот этот момент важный. Мы вообще за последние 30 истоков с вами, тем более те, кто захватил еще советский период. Такие изменения происходят в мире просто неописуемо. Невероятные вещи происходят. Безусловно, нужно всегда это проецировать, проецировать с точки зрения того, как мы сами себя. То есть брать пример для себя, там, плохой ли это, хороший ли, чтобы что-то изменилось в нас. Здесь самая лучшая садака – это когда ты здоров, и ты реально шахи, ты очень скупой. Вот аят я вам цитировал. Вот это шахи, это один и тот же говорит, это очень скупой человек. Но нужно понимать, как очередную книжку читаю, как раз обычно электронную читаю, сейчас одну начал. Хорошо, идет. Книжку с собой надо было постоянно таскать, электронную. И там сегодня как раз, когда подъезжал уже ранним утром к мечети, там как раз поворачивает уже, и там интересно написано. То есть человек работал сам, когда-то работал 20 лет на мойке. И он говорит, я смотрел дорогие машины, то есть Ferrari, Mirari, при какой-то там дорогой гостинице мойка была. И он там мойщиком работал. Ну, а потом стал специалистом чего-то, чего-то. Интересная книга. Он говорит, я смотрел Ferrari, Роуз-Ройсы, и говорит, интересно, я-то смотрел на… То есть люди, которые на них приезжали, они думают, что это как-то статусно или как-то их выделяет. Но ты никогда, говорит, не обращаешь внимания на человека, который за рулем. Ты обращаешь внимание только на машину. Себя представляешь, как тот, кто за рулем этой машиной едет. Ну, там психологические моменты интересные. Но основной момент, он что говорит. С годами, я понял, я тогда мечтал об этом, а потом с годами я понял, что если у тебя, в том числе, один случай был. Один приезжал на Porsche дорогом, потом бах-бах, приехал на какой-то вообще самый дешевый, какой-то Хонди, старый-старый. Я у него спрашиваю, а что ты на Porsche ездил, а что на Хонди? Он говорит, ну, я очередной вклад этот по кредиту не выплатил, и они меня уже забрали машину за невыплату кредита. То есть, он говорит, по сути дела, люди обычно думают, что он там богат, но на самом деле нет. Когда ты покупаешь дорогую машину, ты становишься беднее на стоимости этой машины, либо у тебя появляется долг стоимости этой машины, ну, кредит. О чем-то большем это не говорит. И большинство людей это не догоняют. То есть, они ставят себе целью дорогую машину, что они будут красиво выглядеть. Машина будет красиво выглядеть, но машина будет смотреть. А кто в ней – это не важно. Но при этом ты станешь беднее на эту сумму, либо у тебя увеличится долгов на эту сумму. Простые вещи, но люди, мы люди часто это не догоняем. Вот те же самые сто рублей в одной ситуации, в другой ситуации, в третьей ситуации. Здесь, когда ты здоров, вообще все в порядке. Ничего не болит. Все хорошо. Тебе хочется машины. Какой достаток? Рестораны, одежда, еще что-то. Вот, у тебя такое прямо вот, все, ты достойный. Это всегда мне люди говорят. Я им говорю – экономьте, сберегайте. Да ну, одним днем живем, завтра умрем. Я достойный. Я должен на себя все потратить. Ну, хорошо, ладно, но все равно завтра-то он не умирает, потом завтра бедный будет. И вот здесь, когда у тебя все хорошо, ты здоров, как бык, скупой, как конкретно-конкретно махровый татарин, но при этом вот это все ты преодолеваешь и делаешь что-то хорошее. И дальше в хадисе продолжается «Тахшал-факр вата'малюль-гинэ». Вот это вот. Я просто конкретно прокачан по финансам. Ну, я это даже. Семинары провожу. Да, понятно. С восемьдесят девятого года я очень плотно взаимодействую с деньгами. Мне это нравится. Читаю. Ну, и в том числе имею свой достаток. Вот я слышу этот хадис через свою призму вот этого тридцати с лишним лет зарабатывания при умножении денег. Он очень мощно звучит. Ты даешь милосту, когда ты здоров, когда ты жадный. . «Тахшал-факр вата'малюль-гинэ». Ты боишься бедности и желаешь большего богатства. То есть по-настоящему богатые люди, иначе они богатыми никогда не станут. Что большинство. Все тратит и тратит. Они боятся чего-то. Богатый человек. «Тахшал-факр» – он боится бедности. То есть он старается не обеднять себя. «Тахшал-факр вата'малюль-гинэ» и старается становиться богаче. Это нормальный, абсолютный механизм. Но при этом ты, как верующий человек, ты что-то благое делаешь. Не вопрос, у тебя самолётик. Сколько обслуживания? Два миллиона долларов в год – отлично. Построй в своем селе самую современную школу за полмиллиона, а еще полмиллиона выделена. Что? Оборудовать надо ее. Нанять соответствующих учителей и так далее, и так далее. И дальше еще сделать фонд у этой школы. Положить в какие-то надежные что-то, чтобы это приносило доход дальше, чтобы дети, выпускники этой школы имели возможность потом обучаться в разных вузах с учетом их. То есть продумать эту схему – это всего-то лишь какая-то мелочь из твоего нескончаемого бюджета. Но эта мелочь может обогатить не только твое село, не только твой родной регион, но и даже страну. Но всего лишь за период 20-30 лет. А так ты просто на свой самолетик очередной год потратил. Я уж не говорю про яхту. Мы прошли этот этап за последние 30 лет. Но будем надеяться, следующие 30 лет мы эти ошибки не будем допускать. Все-таки эти школы, это образование, эти люди, эти дети. Это появится. Дальше идет. . И при этом ты не оставляешь это. Не пренебрегаешь этим до момента того, когда у тебя все дойдет до уже гортани, то есть выход души начнется, и ты в панике начнешь. О, я это хотел этому дать, это хотел этому дать, а оказывается, вообще нужно было другому дать. То есть в смысле, что человек уже при смерти умирает, и он начинает быстрее и быстрее в панике, кому что надо дать, чтобы хорошее дело какое-то сделать. И здесь в хадисе говорится, не надо оставлять на этот момент. Там ты даже и ошибешься, чему хотел, кому что хотел дать. Здесь, с точки зрения, больше это завещание. Так-то оно все равно разделится, когда человек умер, его наследство. Особенно, когда с 2004-го, читая Форбс, он уже последний год не выходит, печатный, особенно, когда покупались эти футбольные клубы, млубы и так далее, и смотришь цифры, думаешь, господи, сколько бы вы могли бы сделать хорошего для своей страны. Ну, это же реально, это очень много хорошего. И что? Ничего. Но нам дальше, двигающимся, нельзя делать, стараться, надо стараться не делать таких ошибок, не повторять. Те, кто меня лучше знают, знают, что я в этих вещах практик. Я не только хадис цитирую, но и я сам практик. Да, от меня за вещи делаю. Вальгам для Пусть Всевышний примет и приумножит.